Привет всем, вы на канале AndroNews, это еженедельный выпуск актуальных новостей из мира технологий. Вы знаете, я отбираю для вас только самую интересную информацию из всего того мусора, который сливает ежедневно в сеть. Поэтому приготовьтесь поглощать годноту. Погнали! Но перед этим, если хочешь стать владельцем одного из лучших флагманов до 500 долларов, имеется ввиду Huawei Honor V10 и OnePlus 5T, спеши пройти по ссылке в описании и подать заявку на участие. У нас все передельно честно, поэтому удачи! Первое, с чего я хочу начать, так это с недавнего опроса Xiaomi своих пользователей. Опрос заключался в следующем. Какой интерфейс, по мнению людей, лучше? MIUI, либо стоковый Android? И честно сказать, реакции производителя на результат, я был шокирован. Похоже, что когда было принято решение ввязаться в эту затею, компания надеялась на то, что преданные фанаты, естественно, выберут фирменную прошивку. Но случилось с точностью до наоборот, и 57% из-за 14 тысяч пользователей отдали свое предпочтение стоковому Android. Поздно спохватившись, компания удалила результаты опроса. Но, как говорится, лучше бы они этого не делали, ведь данная ситуация стала предметом для троллинга. В ответ подобный опрос провела вам Плаза, где их фирменный интерфейс OxygenOS также проиграл чистому Android. Но глава компании сказал не удалять результат. И только глупо не понял, что это был сарказм в сторону Xiaomi. Вы знаете, это то же самое, если бы я удалял различные гадкие комментарии под своими видео. Ну, вот те комментарии, которые мне не нравятся. Вы представляете, придумал годную идею, заказал смартфоны, действительно интересные. Вот, практически адаптировал их для нашего рынка. Я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю. А люди мне в комментариях пишут, что я продался. Ну да, компания 360 Mobile мне занесла, ведь она официально представлена на наших рынках. Видео здесь с различной рекламной компанией и так далее. В общем, я в шоке. Ладно, проехали эту тему. Думаю, все вы помните о том, как громко заявила о своем возвращении компания Nokia. Именно после выпуска их первого продукта, после возвращения, я высказался о нем в негативном ключе. И за это здорово получил по башке от их фанатов. Но вот теперь я готов отчасти забрать свои слова обратно. Но только отчасти. Я утверждал, что у новой Nokia ничего не получится. Но, видимо, сердца фанатов бренда еще больше, чем сердца фанатов Xiaomi. По статистическим данным аналитической компании CounterPoint Research, Nokia в 2017 году реализовала больше смартфонов, чем Sony, Asus, OnePlus и HTC. Согласен, достижение небольшое, учитывая немалый модельный ряд производителя. И тем не менее. В общем, сейчас Nokia занимает 11-ю позицию в мировом рейтинге мобильных устройств. Ну что же, доберусь я до вашего павильона на МВЦ, посмотрю на ваши новинки и после этого уже будем делать какие-то выводы. Тем временем, Meizu еще раз успела напомнить о своем будущем флагмане. Я не знаю, что там будет с технической частью, но внешний вид смартфона меня уже сейчас впечатлил. По всей видимости, все будущие смартфоны Meizu получат особенность в виде сканера отпечатков на боковой грани. И лично я считаю это плюсом. Да и в целом смартфон выглядит, на мой взгляд, очень достойно. Тут будет в тему сказать, что в новых обновлениях Flyme разработчики научили прятаться кнопку Super MBag. Если вы смотрели мой обзор Meizu M6s, знайте, что это был один из минусов смартфона. Я прогнозирую, что Meizu 15 Plus получит процессор Samsung Exynos 8895. Во всяком случае, после презентации Galaxy S9 такая возможность у Meizu точно уж появится. А вот в Snapdragon 845 я искренне не верю. Ну и если я уже начал говорить про Galaxy S9, было бы неправильно промолчать о первых рекламных роликах продукта. Все мы знаем, что главной особенностью девятки станет камера. Именно на этой был сделан упор в первых двух роликах. Смартфон получит продвинутый режим замедленной съемки и светосильную оптику. Но лично я считаю, что в вопросе со смартфонами нужно было делать упор на программную обработку. Google в своих пикселях уже не раз это доказала. Если у меня будет возможность сравнить камеры Pixel 2 и Galaxy S9 прямо в Барселоне, я с радостью поделюсь с вами результатами. Ну а пока что двигаемся дальше. Я обычно обхожу подобные новости стороной. Ну потому что они не совсем относятся к нашей тематике. Но лично это меня впечатлило. Еще в 2016 году появилась новость о беспилотнике eHank 184, который способен перевозить людей. То есть это тот же дрон, только большой им, также можно управлять при помощи компьютера. По данным представителей компании-разработчика, их устройство вполне готово к перевозке людей. И это будет абсолютно безопасно. Беспилотник способен выдержать вес 230 кг и находиться в воздухе до 25 минут, развивая максимальную скорость до 130 км в час. Он может преодолевать расстояние в 15 км в самых разных погодных условиях, в том числе при тумане или сильном ветре. В перспективе компания eHank намерена запустить в крупных городах Китая воздушное такси, по типу привычного нам сервиса Uber. На мой взгляд, тема действительно очень интересна. Я не знаю, насколько она безопасна, но интересна это точно. И лично я верю в такое будущее. Пишите в комментариях, доверили бы вы свою жизнь вот такой вот штуковине. Думаю, если вы смотрите наш канал, вы и так знаете о всех преимуществах операционной системы Android над iOS. Но мы должны признать, что данная операционная система все равно нестабильна, и у нее часто бывают тормоза. Я-то понимаю, что это, как правило, связано с тем, что люди закидывают с различным мусором свои смартфоны, из-за этого все вот эти вот тормоза возникают. Просто не чистят свои гаджеты. И тем не менее, Google пообещала, что с приходом девятой версии Android, он же Android P, ситуация существенно изменится. Я сейчас не буду перечислять все фишки, которые предполагаемо должны появиться в новой версии Android. Просто укажу на самые основные, которые изменят ситуацию в корень. Ну, во-первых, Google вплотную возьмется за качество приложения в Google Play, как это делает Apple. Весь шлаг, который в перспективе тормозит работу системы из-за криво написанного кода, попросту не будет допускаться. Если раньше Google закрывала на это глаза, в будущем ситуация должна исправиться. В перспективе, во всяком случае официально, вы не сможете установить вредоносное приложение, которое засоряет вашу оперативную память и нагружает процессами ваш смартфон, тем самым замедляя его работу. То есть в Android P Google будет делать упор не на различные дешевые фишки, а в первую очередь на оптимизацию работы и на быстродействие. Также, вероятнее всего, вы слышали о том, что в скором времени Google Ассистент заговорит на русском языке. И Google сделала просто феноменальный шаг. Она открыла исходный код Ассистента для сторонних разработчиков, чтобы те могли его по максимуму задействовать для удобства работы с приложением. То есть, по сути, если замысел Google воплотится в реальность, практически все привычные для вас действия вы сможете делать при помощи только вашего голоса. Если Google реализует два этих пункта в своей новой версии операционной системы, я уверен, что это будет успех. Альфа обещает в следующем месяце, и поскольку у меня Pixel 2 XL, я смогу без проблем ее накатить и протестировать тот самый новый минималистичный дизайн, которым компания Google собирается переманивать аудиторию у Apple. Ну и следующая новость будет посвящена тематике, которая все больше и больше набирает оборотов среди производителей смартфонов. И старт этому всему действию дал Razer Phone. После выпуска первого игрового смартфона, все производители как будто посходили с ума и начали сливать информацию о том, что в скором времени они представят и свой игровой смартфон. К таким я могу отнести Asus, ZTE Nubia, Acer, Snail Mobile и, как вы думаете, кто еще? Да, Xiaomi. Пока что нет каких-то конкретных технических характеристик устройства, но уже сейчас известно, что упор в этой новинке будет сделан не на банальные ядра в процессоре и количестве оперативной памяти, а на корпус, экран, звук и современную систему охлаждения для защиты от перегрева. В сеть уже слили первый тизер с изображением корпуса смартфона. В нижней части корпуса имеются зеленые вставки, на нижнем торце вокруг динамиков. Между ними расположен порт USB Type-C. Новинку, скорее всего, покажут в конце весны этого года. Занимается производством смартфона дочерний бренд Xiaomi Black Shark. Главное, чтобы этот смартфон был нацелен не только на китайский рынок. Ну а это были еженедельные актуальные новости из мира технологий. Напоминаю, принимайте участие в розыгрыше флагманов OnePlus 5T и Huawei Honor V10. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, на наш канал в Telegram. Ставьте пальцы вверх под этим роликом для того, чтобы поддержать наш проект. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Продолжение следует...